Сплотились и активисты ветеранских организаций, и предприниматели, и просто неравнодушные люди. В Ульяновске собрали большую посылку для российских военных. Это и предметы быта, мясорубки и другая кухонная утварь, и коробки с консервами, сладкие подарки. И о техническом оснащении не забыли организаторы эмиссии. Мы собрали 14 планшетов со стилиусом, флешки, пауэрбанки, 4 принтера, 3 черно-белых, 1 цветной. Это для того, чтобы соперам могли отметить на картах программы. Мы закачали вот эти вот гаджеты современные со спишущими стилиусами. То есть это все нужно для того, чтобы ребята реально в поле получили задание, распечатали и раздали бойцам, чтобы они уже могли воочию работать уже в полевых условиях. В подправке гуманитарного груза участвуют бойцы добровольческого батальона «Свияга». В Ульяновске они прошли реабилитацию и вновь отправляются в зону СВО. Вдали от родины командиры подразделений постоянно поддерживают связь с ульяновскими общественниками. Мы поддерживаем контакты непосредственно с людьми, которые инициативные люди. Это лица определенные, должностные, общественные организации. Как правило, какие-то потребности возникают. Мы просто с ними переписываемся, созваниваемся, составляем список. И нас это доставляет. Как правило, все это очень быстро, оперативно, и проблем не возникает. В этот раз гуманитарный транш отправили в батальон «Симбирск», «Свияга» и в 15-ю бригаду. Сами УАЗы останутся служить вместе с военными. Машина необходима для транспортировки раненых. Две буханки «Цвета белая ночь» предоставил ульяновский предприниматель Артем Кудряшов. Свои личные машины отправили, собрали, подготовили. Подготовили, перебрали и вот сейчас отправляют. Да, да, да. Дай Бог поможет. Общие сцели. Колонна отправилась от площади 30-летия Победы. А общественники приступили к сбору посылки для 31-й бригады ВДВ. Виктория Черкова, Данил Сурков, Кулправда ТВ.